Йоу! Здорово ютуб! С вами Реверс! Сегодня поговорим о способностях Клетуса Кэссиди или же Карнажа. Карнаж довольно свирепый и злой персонаж. Хотелось бы упомянуть, что Карнаж и его носитель одно целое. Если Эдди Брок и Веном хоть и имеют общие цели уничтожить Человека-паука, то Веном все же не полностью поглотил разум Брока, и тот все равно остается немного человечным, то у Клетуса Кэссиди такой проблемы нет. Он позволил Карнажу целиком поглотить его разум и рассудок. Так что его личность целиком и полностью поглотилась симбиотом, став с ним одним целым. Главной и ведущей способностью Карнажа является способность превращать части тела в разное колющее режущее оружие. Пришло время поговорить о способностях и силах. Инопланетный симбиот обеспечивает Клетус и Кэссиди повышенную физическую силу и возможность менять форму своего тела. Он может быстро ползать и двигаться даже по гладким поверхностям. Карнаж в состоянии регенерировать свои раны на теле так, что они практически исчезают сразу. Клетус Кэссиди обладает иммунитетом ко всем болезням и инфекциям, пока находится в симбиоте. Карнаж менее уязвим к громкому звуку, чем Веном, но более восприимчив к высокой температуре. Можно сказать, что высокая температура – это его криптонит. Мускулатура Кэссиди выделяет значительно меньше токсинов усталости во время физической активности. Он может физически напрягаться и использовать свои способности по максимуму в течение 24 часов. И только тогда его состояние начнет немножко ухудшаться. Сверхчеловеческие рефлексы Кэссиди – наиболее лучше развиты, чем у Человека-паука. Еще отличительная способность Карнажа – может перевоплощаться так же, как и Веном, маскируясь под окружающую среду или же превращаясь в одежду. Хотя в человеческом облике Карнаж пребывает крайне редко. Усики Симбиот Способен выпускать мощные органические паутино-подобные усики. Карнаж использует, чтобы перемещаться со здания к зданию, а также в качестве средства обездвиживания кого-либо. Также он обладает суперспособностью видеть любой частью своего тела и передавать себе же полученную информацию от другого человека. Несмотря на то, что для выживания симбиоту требуется человеческое тело хозяина, в некоторых случаях симбиот Карнаджа, однако показывал, что и сам обладает некоторыми суперспособностями. Карнадж не требует физического контакта, чтобы влиять на разум, поскольку он обладает телепатическими способностями. Кроме того, симбиот может сливаться с оружием и также с окружением, используя эффект наподобие оптического камуфляжа. Имеет иммунитет к карающему взору призрачного гонщика. Когда в носителя симбиота стреляют, причиняют носителю боль, ярость, переполняет симбиота и он увеличивается в собственных размерах. Происходит это следующим образом. Злость и адреналин, вырабатывающиеся в организме носителя, толкает симбиота на выработку дополнительных генов. Не каждый носитель способен таким образом взаимодействовать с симбиотом. Вообще, Карнадж самый безумный из всех симбиотов, которые существуют в комиксах Марвел. На моем канале и в ссылке в описании ты найдешь видос о всех симбиотах в Марвел. Если тебе понравился видос, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Всем покедова!